И что-то молча там раздеваемся, одеваемся, и что-то, я не знаю, что, я буркнул про советскую власть, что-то, что такое, что, блин, как же она мне-то, и вдруг он у меня просто, милый, дорогой мой, да как же я их ненавижу, если бы ты только знал, я только из-за них бью. Вот, это была реальная история, ее выяснили из моего интервью. Ну, так что вот, черт, фильм смешной, трогайте, но, ну, как бы сказать, он так уж замазан вареньем и медом, и сладостью, и патротой, что меня лично ромать тянет. Хотя приятно смотреть, вот, сейчас хорошо, сейчас у каждого дома есть видео, можно снимать себя с, вот, с таких лет, и ты будешь смотреть, а в то время только актеры могли увидеть себя, там, 30-летней давности или 40-летней давности. Так что, конечно, приятно смотреть, какой был город. Неужели я тебя позже? Вот, 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 собственно, что-то я хотел еще... Ну, ладно, вот, давайте я ее вносим к своим друзьям, я порадую вас, на самом деле. Я уже упоминал, я уже упоминал Володю Узлянда, да, который проамерился или написал стих. Так вот, мои друзья, Володя Уфов, Леонид Наградов и Миша Ильомин, все поэты, были влюблены в невероятно красивую Наталью Левзак, дочку народной артисты Левзак, которая работала в театре. Заменитая очень актриса была, а девушка была невероятно красивая. Она училась в нашем институте, но на три курса младше, и поэтому я с ней никогда не был знаком. И вот однажды Леонид и Володя Уфов шли по мосту и Наталья. И вдруг Леонид говорит, Наталья, мост и тебя начали так играть. Причем это было такое начало лета, это еще было холодно, это такая поздняя весна. Наталья, я посвящаю тебе этот прыжок. И прыгнув в Неву, высоко так. Володя говорит, я, 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 я тоже прыгнул, и тоже, как воровушка. Каким-то образом они выполнили, все нормально. Вот, через неделю, через неделю Наталья выходит замуж за Миноградова. Через неделю еще, еще через неделю приходит Уфлин, когда я привезла вам стихи. Стихи такие. Та женщина отказывала многим. Ей нужен непременно водолаз. Резиновый, стальной, свинцово-ногий. Вот ты, хоть не резиновый, но скользкий, и отвратителен, особенно ногой, но женщина ждет и тебя, поскольку ей нужен именно такой. У него были еще издевательские стихи над советской властью. Ну, типа такое. Ору, страна, костры, строительство. Посередине Крем святой стоит. А в нем живет советское правительство. Нас одевает, кормит и поит. Открепляясь ходит сияние. В нем и ночью свечение. В нем и ночью сияет рубин. Им глядят в немом восхищении. Чехос, китайцы, матья и румын. А, 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 чё, в таком, в таком, в таком, в таком, в таком итоге. А, 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 сейчас. А, в таком. Не только мой режиссер, а еще и мой. Так. Были мысли в миграции. Если да, то почему не уехали? Рассказывай. Гениальные истории. Гениальные. Хороший вопрос. Значит, мысли в миграции у меня начались очень давно, еще в Ленинграде, когда я учился еще. Очень смешная ситуация. Значит, 60-61 год у меня была знакомая, я помню, как ее зовут, Маша звали. Не знаю. Она была дочкой профессора консерватории. И у нее была роскошная квартира, и она пригласила меня встретить новый год у нее. И там оказался, оказались, значит, братья-фокусники, как их, Кио, братья Кио, молодые со всеми ребята. Там оказался Нулиев, и там еще кто-то, и вот и я там оказался. Я был тогда невероятно худой, у меня где-то фотографии есть, вот прям кожа и кости. Потому что жил в общаге, и... Кстати, прочитаю сейчас эту общевистскую систему. Вот. И мне говорят, ну смотри, жанр страшно похожа. А дело в том, что моя бабка была на одну четвертую татарка. А моя мама, значит, на одну восьмую, а я на одну шестнадцатую татарь. Значит, где-то такое, какая-то татарская там, это что. И мы нам когда-то говорили, смотрите, как похоже. С Бурин. С Бурин. А? Ну, С Бурин, да. Вот. Проходит месяца три-четыре, и в мае месяц он рвет когти в Париже. Дальше. Семьдесят четвертый год. Я снимаюсь в Ленинграде, живу в гостинице «Советская». Мне звонит одна моя знакомая, которая работает в доме актера, и говорит, «Лево». Вчера был знаменитый вечер Барышникова, весь город сходит с ума, а сегодня его вся театральная общественность принимает в доме актера и устраивает, значит, ему роскошный этот самый вечер. Если ты, а в это время в этой же гостинице жил Толя Ромашин, снимался, и Арлен Дрихонян, да, и мои друзья, если ты уговоришь, а я говорю, что уговаривать, я не с удовольствием пойду выпить бесплатно, то мы будем сидеть за столом Барышникова. Ну вот, замечательно. И мы пришли, сели за столом Барышникова. Тогда я уже вовсю, уже, по-моему, уже все знали. Я, правда, втихаря и молчал, но все ждал, когда же меня это со мной. Кто-то выпустит, 8-9 часов пива. И мы до 3-х часов, до 5-ти утра мы там выпивали, с Барышниковым, и всей этой компанией. Проходит 3 месяца или 2 месяца, и Барышников остается в Канаде. И, наконец, еще проходит лет 10, наверное, может, меньше, мой приятель говорит, слушай, пойдем, сегодня закрытие конкурса Чирьковского, и там потрясающий парень получает первый приз балетный. Это... Как же его? Да, это Саша Годунов. Александр Годунов. Мы с ним уже сделали. И мы с ним сразу подружились, познакомились, кто-то видел меня в кино, и надо... А потом он начал сниматься на Мосфильме. И однажды я иду по Мосфильму, и идет Саша говорит, слушай, Лёв, пойдем, сейчас у нас костюмерный, мы там выпиваем, я не знаю, пойдем, выпьем с тобой. Фильмы 31 июля. Да, да, совершенно, он снимался 31 июля. Это вот тогда было. И, значит, это самое... Мы выпили, и через 2 месяца он уехал. Да, но... Теперь 89-й год. Я отправляюсь в Америку. Я прихожу к своему другу, Роману Каплану, который... Знаменитый ресторан «Русский самовар». А это был мой ближайший друг 62-го по 72-й год, и мы его провожали. Об этом тоже в книжке написано. Вот. И там сидит Саша Львинович, он меня приглашает за стол, и говорит, «Лёва, вот пошли, перейдем дорогу, а Буш получил 400 тысяч, квоту на 400 тысяч, вчера буквально, еще никто об этом не знает. Получил на 400 тысяч человек квоту на... на... Да. Ну, не на Мига, но на Гринкард, для начала. Пойдем берем. Я говорю, «Саша, ты знаешь что? Я абсолютно убежден, что обратного хода нет и не будет. Мне... Я не хотел... Мне Россия очень нравится. Я хотел уехать не из России, а я хотел уехать из лагеря средний, не строгого режима, а академного режима. Единственное, что сейчас этого лагеря нет, я в этом убежден и не будет. Тут я немножко поторопился, но думаю, что нет. Думаю, что нет. Все равно уже назад нет ухода и просто некому. У меня своя теория есть, если кому интересно, я потом расскажу. Короче, мне совершенно ни к чему. Единственное, что я сделал глупость, потому что если бы я получил Гринкард, то я снимался в 12 американских фильмах, потому что у меня довольно хороший английский язык. Не могу сказать, что отличный, но нормально. То я бы получал... Ну, представьте, я встречаю в этом самом ресторане человека, актера, а я селся в маленьком эпизоде, двух картинок, в одном и в другом. Я каждый месяц, с каждого эпизода уже 5 лет получаю по 3 тысячи долларов. Там, походя, доля процента. Вот. А я снимался, значит, в 4-100-миллионниках, это колоссальные совершенно проценты делать. И еще, вообще, в 12 фильмах. И у меня были большие ровни, там совершенно другой процент. и вот этот самый, господи, у меня на фамилии, который есть... Крамов? Крамов, да. Савелий Крамов, он в своем воспоминании писал, что не надо сниматься в главных ролях, надо сниматься в дорогих картинах, в любом эпизоде, и будешь получать намного больше денег в общей сложности. Вот. И вот, я бы сейчас был вполне приличным. А в нашей стране, и наша единственная страна, может быть, еще Монголия, потому что Монголия уже нас обогнала в этом, единственная страна, которая не платит актеров за показ... Уже говорили, да. А я уже говорила, да. Вот. Никакой Греции. Так что, что тут говорили. Но, я жил, наоборот, я жил два раза по три месяца в Америке, и объездил всю Америку. Гениальная страна, но об Америке можно говорить только с человеком, который там был. человек там не был, абсолютно бессмысленно говорить. И два раза по полгода мы жили в Англии, причем жили только на Жербисе. И в Лондоне это замечательное было время. Но там очень тяжело жить только на Англии. Если бы я получил право на работу, то я бы мог спокойно там выжить, потому что можно было работать реставрацией, занимался здесь в 90-х годах реставрацией и подрабатывал у реставраторши. То есть, можно было. И Сева Новгородцев мне уже предлагал одну из главных ролей в следующем фильме перед тем, но у меня уже был билет, я думаю, он был уехой. Вот, он говорит, все потихонечку, но право на работу мне не дали. И у меня был покупатель там ближайший друг самого богатого и самовлиятельного человека в Англии. Я говорю, ну ты что, я все тебе сделаю, никаких проблем. Вот, мы встречаем, ты знаешь, ничего не получается, потому что если бы ты был еврей, уйгур, казах, туркмен, если бы ты был домосексуалист, если бы ты был придурочный, больной, если бы ты был, ну, перечисляет все, ну, понимаешь, что ты русский и ты здоровый, поэтому совершенно безнадежный. А можно было, а стоило русскому 250, даже тогда, 250 тысяч фунтов. Если он вкладывал 250 тысяч фунтов, да, он имел возможность получить право на работу и право на на жительство. Вот, у меня сейчас нет никаких желаний никуда уезжать, так что о секрете вашей молодости рассказываю. Секрет простой. На на воротах в дельфах дельфского этого самого оракула, да, было написано «Познай самого себя и ничего через меру». Вот. Познай самого себя, самое лучшее познание себя, это, конечно, восточные всякие практики. это восточная гимнастика, это цигун, это просто занятие воинским искусством. вот, 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 собственно, все. Я, я очень ленивый, сейчас, если бы я не был ленивым человеком, я бы летал сейчас, но, к сожалению, я раз в неделю делаю формулу, если я делаю подряд десять дней, я уже начинаю. Роскошная вещь, и вообще, китайская философия, она красиво-возна. У меня, ну, во-первых, они знали то, чего только сейчас узнают американские и самые главные ученые мировые. Например, они знают, что основа всего пустота. И, а у меня был приятель, очень хороший человек, физик, академик, профессор. И я у меня ошарашил несколько лет назад, когда сказал, что, ты понимаешь, вот, ядро, все состоит из, атомы все одинаковые, разные молебулы, атомы все одинаковые. Атом состоит из ядра и электрона, который вокруг него крутится. Так вот, ближайший электрон от ядра находится в 100 тысяч, в 100 тысяч раз дальше, чем диаметр ядра. То есть, 100 тысяч диаметров. Это если, например, ядро в 1 миллиметр, то ближайший электрон находится в 100 метрах от этого одинаковых. То есть, практически нас не существует. Это доказали уже, недавно доказали, что материи нет. Это говорили давно, это индусы говорили, это в ведах написано, это говорили даосы. Вот. Материи нет, это все иллюзия, сон. Есть только волны. Есть только волны. Есть вот это притяжение и так далее, и так далее. Так вот, практически мы все состоим из пустоты. И есть, поэтому есть несколько вот закон пустоты, это поразительный закон. Если ты расслаблен, если ты пустой, если ты ничего не хочешь, ты лишен жадности, ненависти, и зависти, злому и прочее, то в тебя ты можешь пройти сквозь все, и все может пройти сквозь тебя. И ты открыт всему. Совершенно. Если там есть еще такой Китай, это очень очень важный закон для воинского искусства, потому что ты можешь сделать так, что ты сам пустой, ты воспринимаешь удар спокойно, как пустоту. Есть замечательное упражнение мысленное проходить сквозь предмет. Оно очень освобождает все, все освобождает. Оно освобождает сознание, оно освобождает клетки, анонсово. То есть ты как будто ты можешь сейчас спокойно пройти через этот стол. И прошел. Но уже достаточно такого. Это еще раз упражнение. Дальше. Мы отделяем свое сознание от нашей реальности. От того, что мы думаем, что реальность. Если мы не будем отделять сознание от реальности, тогда мы сливаемся с... Если бы наше сознание полностью соответствовало движению жизни, то мы жили бы вечно. То есть это исключается. Вот этот период, когда ты этим занимаешься, это исключается из твоей жизни. То есть вот поэтому вот эта форма агитации в движении дай 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 когда ты точно все каждое движение ты еще расслаблен и так далее, понимаете? То это все выходит. Ты это делай ты как бы время в мир. Да? Дальше. Есть такой замечательный закон Коромысла. Очень полезный, очень практический полезный. Значит, если ты хочешь что-то получить, то это нагружение одного витратора масла. Ты никогда не получишь это. Если только это получишь, никогда. Ты обязательно должен нагрузить второе ровно таким же для тебя, таким же ценным, такой же ценной вещью, чтобы тебе, чтобы ты внутри был... Вот, хорошо. Опять вернемся к пустоте, да? Посмотрите, как поет Элла Фиджералд, или как играет Луи Абстер, и как играют вообще гениальные люди. У него абсолютно свободное лицо. Абсолютно. Абсолютно. Она поет гениально. Непонятно что? уникальна. Я разговаривал с одним музыканом, она говорит, она точнее поет, чем инструмент. Ноту вот. Она говорит, это совершенно непонятно. И вообще, заметьте, все негритянские актеры, вообще вся американская вот эта джазовая и все они все расслаблены. И посмотрите на нашего Балинии Леонтьева. Мне достаточно посмотреть 20 секунд и у меня все начинает болеть. Все. Я не могу смотреть больше 20 секунд. Он напряжен уже. Я не буду говорить о других. Это самый яркий пример. И потом, когда человек расслаблен, то в него хочется войти и посмотреть, что же там такого. когда человек занят собой, занят собой. Поэтому когда ты приходишь к режиссеру и говоришь, Коля, Вася, только я, только я сыграю эту роль. Больше никто, это я знаю. Ты можешь быть прав, но он скажет, Маша, вот этого сумасшедшего никогда больше близко не подпускай. Но если ты перейдешь к этому, Коля, Коля, ты знаешь, я прочитал какой сценарий. Вроде ничего. Вроде неплохой. Вот. Но ты знаешь, у меня сейчас такое время тяжелое, но про это не должен. Ты должен обязательно точно определить, что тебе будет так же интересно, как это роль. вот если ты определишь, что нет, тогда я взаимусеть. А если будешь врать, ничего не проходит. Обмануть дау, обмануть пустоту невозможно. Если ты набрал сюда, он так машет, так ну-ка запиши быстро, быстро запиши, что и как так, и все, держи меня вроде друг. И все, и тогда ты точно получаешь это сование. Это очень практический совет. практический. Во-первых, ты ничего не теряешь. Если ты зайдешь в противовес, ты на самом деле займешься этим. А может разлучить и то и двух. Вот. А как открыли себе живопись. Очень просто. Когда я уже рассказывал моя мама оставляла одного, а у нее был ухажер, который писал письма на открытках из Петяковки и Комитажа, и я разглядывал вот эти открытки часами, часами, когда болел. И я думаю, из-за этих открыток у меня такой махровый реализм. Хотя мои друзья все сегодня абстракционисты, я даже приехал в Алма-Ату, набрал бумаги, красок и несколько гениальных картин написал, которые совершенно спокойно... Я знал, как это делается, абстрактные картины, но мне было стыдно это делать, мне неудобно, я говорю, ты что, сумасшедшись, ты что будешь учиться? Я говорю, да, я себе знал 10 лет только на обретение профессии с самого начала, рисунок, то-то-то-то, а потом уже буду смотреть, как и что. Так что у меня всю жизнь был интерес к картинкам, но когда я учился, мне было сколько, 12-13 лет, 6-й класс, 6-й класс, мой приятель из класса сказал, я хожу к учительнице, рисунок, как рисунок, да, она берет 10 рублей, месяц, все такое, я говорю, ты что, в общем, я маму уговорил, она пошла, договорилась платить ей 10 рублей, я пришел, я стал у нее заниматься, я занимался около полугода, мы писали натюрморты, там, она сразу сказала, что у меня есть всякие способности и прочее, прочее, и мы ходили на пейзажи, мы ходили, в общем, половину зимы и половину, нет, зиму и пол весны, мы, начало лета, мы занимались, вот, уже маслом писали, и все, потом она говорит, а вот на следующей неделе мы займемся лицом, головой и фигурой, и мы на следующей неделе пришли, и там была записка, извините, ребята, мне пришлось уехать, а она была эвакуирована из Москвы во время войны, и вот мне пришлось уехать, так что, извините, и вот так я остался без голов и без тела, вот, потом пытался учиться, но сейчас все пишут портреты по фотографиям, это вообще невозможно совершенно, исключено, это никакое отношение ни к живописи, ни к чему не имеет, и я даже, потом я начинаю нервничать, когда я пишу человеку, я боюсь, что он, и я дроблюсь, и, 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 вот, так что, вот такие вот дела. А, вот, а, как вы написали первые стихи, таким образом, и в каком возрасте? Я очень любил ходить в горы один, я думаю, это было большое счастье, у меня было два ружья, но не всегда два, я два ружья не брал, брал, и я одно, и второе, и брал, значит, западню клетку, и шел в горы. Вот. Вот. Но, когда очень долго ходишь в горах, то трясающая энергия появляется. И однажды я... А, а еще вот ходили в университет, в Казгу, в музей, в биологический музей, и там нами пользовался один лаборант, потом на наших записках, он сделал себе кандидатскую, кандидатскую диссертацию. Он просил, записывайте, записывайте, кого видели, что, как. Вот. И мы там, он зато нас пускал, хороший человек, хороший музей был. И у меня был дневник всегда, и тут у меня что-то... Я помню, я написал какую-то прозаическую какую-то вещь. Ну, мне страшно понравилось то, что вот я могу что-то написать. И на меня повалилось, я стал писать рассказы. И приходил в школу, например, 9, 8, 9 класс, и говорил так, как будто вы-то ничего не знаете. А я... И у меня было какое-то фантастическое ощущение в этом смысле. Вот. Ну, в общем, вот так. А потом я приехал, когда в Ленинград, я приехал за два месяца до начала здорового экзаменов, и стал ходить, очень увлекся живописью, потому что, причем, современные, в основном, в основном, профессионисты, хотя тогда это был 58-й, 58-й год, 50-й, да, тогда слово эпрессионизм это было как империализм или там, не знаю, это что-то страшное было. И книг по нему можно было только чудом попасть. Но моя сестра работала в публичной библиотеке как раз в особом отделе, в храме, и она мне отдала такую шикарную старую книгу о профессионистах. Я совершенно обалдел, и когда приехал в Бенград, то белый тел пошел на третий этаж, на двойный этаж. Вот. А потом я дружил только с художниками из из курса Николая Павловича Акимова. Гениального человека, потрясающего режиссера, художника. Просто человек уникальный был. Очень смешной, астроумный. И я дружил только с ним. И так вот как-то ночами, вечером в 12 часов работала библиотека художественной академии, академии художеств. И я там если раньше я в 9, если я освобождался, я шел туда и читал закрытие, смотрел закрытие гениальные современные тогда современные журналы. Лёйль, французский журнал, Ахтан Америка и еще какой-то немецкий журнал. Забыл как он называется. Вот. В общем, вот так вот. А потом, когда я приехал в Москву, в Германии я играл главную роль, один был, было нечего делать, я пошел купил там и часа 4 рисовал какое-то дерево. Это был мой первый рисунок. Потом еще какие-то, потом еще какие-то. А потом уже, когда приехал в Москву на съемках, у нас было тоже много времени, и я стал рисовать всех этих человека, и мыслим, у нас начиналось съемки, съемки начинались с 11, а мы в 7 утра вставали и писали этюды по визне сухотипа. Я тогда привез около 200 акварелей, рисунков и прочего. И пострадал, купил краски и начал писать. Я про первые стихи спросил. Про первые стихи Тихий первый приходит, когда я влюбился в Риду Шишкину в нашем классе во второй школе. Совершенно замечательная девочка. У меня здесь нет вот этих книжек, но у меня есть стихи в той. В каком возрасте? 17 лет, это 10 класс. Потом я когда уже... Сейчас, сейчас, сейчас. Вот. Это уже площадь была. Это было тогда и уже из Енграда когда я приезжал. Это тоже замечательное замечательное сестерение. Это был заросший дихий сад, 49 лет тому назад. В ту весну до самых летних дней там кричал безумный соловей. Его призывный звук и крик приглушал журчайный марык. В том саду у самой воды копошились черные грозды и гуляла девочка с косой со стыдливой белой ноготой. Сколько было у нее лесниц, столько было в том саду синиц. Были громы, ветер и гроза, извергающие молнии глаза. Над сплетением жадных голых тел, буйный ливень, бешеный гудел, это было в заколдованном саду, заколдованном раю и яду, до чего же это был дивный сад, сорок девять соловьев того назад. Мы будем со стихами покончить со своими, со своими. Я представляю самые популярные стихи. Моискин если кто-то думает, я все отвечаю. В России надо долго жить и как-то умудриться все время понемножку пить, но все-таки не спиться и предпочтительнее врать, а также постараться тихонько где-то воровать, но не провороваться. В России лучше бы молчать, а если уж приспичит, то просто громко закричать по волчьи, птичьи, а правда ну ее к свиньям. Будь вечно пьяным, сытым, воруй и ври, и к ста годам ты станешь знаменитым. птичьи, воруй и воруй к моему другу замечательно. Я вас очень радую сейчас. Размерть о вашем идеальном стыне-режиссере. Спасибо, что вы про него сказали гениальный. Он не гениальный, он просто умница и он снял последние два дуплеса и перевесим еще три картины снял. Ну, в общем, дело в том, что когда он поступил во ГИК в 90-е годы, причем он поступил просто как бы больнослушателем, да? Когда он мне сказал, чем они там занимаются, я ему сказал, слушай, сынок, беги оттуда, пока они тебе мозги... Потому что там не было ни одного нормального преподавателя. Но я всегда знал, что он хороший режиссер. Я его потихонечку, полегонечку... Я его показывал всегда фильмы, я возил туда, что-то подсказывал. Потому что когда я ему было еще сколько лет, 12, лет 11, он говорит, пап, ты знаешь, я вот в этом фильме, во-первых, другую музыку поставил здесь, а вот это переделал, и так, и так, и у него вот это все время в голове было. Вот. И... Господи... Он взял грандиозную свою первую картину, очень странную, очень странную. Но определенная группа людей, причем этим фильмом открывался кинофестиваль международных московских кинофестиваль, его фильм. Но в последний момент какая-то группа людей, очень странная, она объявила этот фильм как бы самым чудовищным, и самым... И обрушилась громадная какая-то, ну, просто лавина лжи и подлости, и гнусности, и все. Господи, человек... Не он... Он не толкал этот фильм, его взял начальство, и так далее, и так далее. Вот. И на него это подействовало очень сильно, и он года ничего не мог делать. Я очень хорошо помню, потому что после того, как мне предложили сниматься фильмы Трестана и Зольда в роли Трестана, и вместе с меня ждали, и... когда меня не выпустили, и мало того, что там и не сняли, не дали сняться, во Франции не дали сняться, в Дании не сняться, после фильма «Аниши на Восток», да еще и здесь запретили снимать. И у меня было чудовищное состояние, если бы не мои друзья не знали, слава Богу, я из этого дела вышел благополучно. Ну, и у него тоже как-то нормальное обещание. Он мой хороший друг, замечательный человек, и хороший профессиональный режиссер. Я у него в двух, в трех фильмах снимался, небольших ролях, и мне безумно нравилось как он работает. Очень нравилось. Хорошая, такая абсолютно американская панера. Отходят. Крестер я снимал с очень знаменитыми актерами. Гриан Африк, Морган Фриман, английский актер Майкл Кейн Вэл Килмор вот такие вот актеры все незамечательные люди и они все снимаются по 10, по 12 дублей вот ему подходит вот так вот причем, мало того, они снимаются еще и с двух камер, и с трех камер то есть там деньги на пленки не жалеют главное, чтобы вот эта энергия проходила и нигде не застопливалась вот сейчас я хочу все-таки вернуться у меня был друг который умер от пьянства гениальный человек Олег Грибовин в Ленинграде он знает все в Москве в Москве его мало кто знает в семьдесят первом году я случайно в семьдесят втором году я случайно в видяще купил его книжку детская книга, которая называлась «Чудаки». Потом я понял, а потом я узнал, что эту книгу посчитали эти советские и изъяли из всех библиотек, из продажи. У меня была уникальная книга. Я о нем пишу, кстати, очень интересная. И начиналась она, начиналась эта книга вот с такой стиль. А обманываться заключался в том, что художник, который иллюстрировал, он написал прелестных и придумал рисунки, что они отвлекали от смысла стихов. Очень смешных детей нарисовал на таком, как он покажет стиль. Вот. А, он прославился одним стихотворением еще, когда ему было лет 17. Вообще, он смешной человек, он выглядел лет на пять младше всегда, чем он был. Когда я с ним познакомился, я думал, что ему это был сели, это был 64-й год, 64-й год, да? Я думал, что он лет 12, ему было, оказывается, уже 20, а ему было уже 20, лет 18-19. Такой был маленький смешно, шустрый такой. Вот. И он, когда совсем молодым, лет 18, он написал стишок, который прошел по всей стране. Я спросил, я спросил электрика Петрова, отчего у вас на шее провод? Ничего Петров не отвечает, только тихо, ботами качает. Вот. Никто не знал, это все-таки, что это народная стихия. Это Олег Григорьев. И вдруг он выпускает книжку, называется «Чудаки», и там стихи такие. Первое стиховерение было такое, но как, нарисованы две птички, вы слышали, но как тебе на ветке? Спросила птица в клетке. На ветке, как и в клетке, только прутья редкие. Как я, на скатерть, вот тут такая советская действительность, ленинградская типичная. На скатерть во время обеда выпал с такой таракан, что если стаканом накрыть таракана, таракан увезет стакан. Стакан упадет, и не встанет стакан, и убежит таракан, а после вернется, и очень невозможно свалит другой стакан. Поэтому я, поймав таракана, сунул его в карман. А чтобы карман не ушел, а чтобы таракан не ушел из кармана, в карман опустил стакан. Десять всех коров, коров вся вся стакан. Детям безумно нравятся эти стихи. Безумно нравятся. А когда в нем были готовы три книжки к выходу, в это время был съезд советописателей Светловский, и Сергей Владимирович Михалков выступил с катастрофическим, он назвал хулиганом литературы, я тоже об этом пишу в этой книге, вот, и у него сняли три книги вообще, его обрекли на просто голодную смерть, вот, после его, что он вообще, ну, неприличные слова ну, и дальше, мое самое любимое сцене в этой книге, сразу после, если поставить стакан на стакан, а сверху поставить еще стакан, у вас будет два стакана на стакане, стакан по двумя стаканами, два стакана по стаканам, стакан на двух стаканах, стакан на стаканах, стакан по стаканам, а третий стакан, Между двумя стаканами Если же не ставить стакан, стакан Сверху еще стакан У вас будет просто стакан, стакан и стакан Прохоров, Сосон, Воробьев кормил Кинул им батон Десять штук убил Батон такой хороший Я взял бумагу и перо Нарисовал утюг Порвал листок, швырнул в ведро В ведре расстался стук Гениальность кипра про любовь Однажды Сережа и Оля Попали в магнитное поле Испуганные родители ели их размаглители А пробрежье на свитворении Тоже гениально Это все в детской книжке По физкультуре уроки По физкультуре уроки Давал нам титрук разлуки Имел вместо рук как бы ноги А вместо ног как бы руки И нос далеко не античный Оттачки стеклянный глаз Вот почему архитичный Стал поголовно наш глаз Мое самое Мое самое дияжное створение Оно просто и как створение великое И там целый мир Ушел Стояло молоко Вернулся Простокваша А ведь и так уж далеко От дома школы нашей То есть много очень загадок Либо школа в 20 километрах Либо такое молоко Либо Еще точно такое же створение Дело в том, что он заканчивался хэша Среднюю художественную школу Вот И он был очень хороший художник Очень хороший И у него тут чисто такое Графический хэша Чернорабочий лопатой Закидывал в кузов мел Чернорабочий с лопатой Был ослепительно бел Безумно красиво